Депутаты, которые наплевали на целостность Дагестана и сняли с себя ответственность за земли предков, опять показали, что им плевать на избирателей. Жадные народные избранники их свита выводят миллионы на отдых, а сами покупают роликсы и владеют иностранными компаниями. Меликов продолжает отрицать клановость, а самый видный парламентарий устраивает своих детей на самые доходные места. До чего довели Дагестан чиновники и что мы сделали, чтобы поставить их на место. А самое главное, что можете сделать вы, чтобы жизнь в республике наладилась. Привет, меня зовут Анна Мензель, это канал Акценты, и сейчас я расскажу, где кайфуют дети дагестанских депутатов, как санатории получают бюджетные деньги, верхушка богатеет, а мы потихоньку становимся нищими. Вы что, дебилы, б***ь, а? Трудятся в Народном собрании Дагестана так усердно и успешно, что отдыхать нужно много. За год парламент спустил на путевки в санаторий 25,5 миллионов. Это чуть меньше, чем 300 тысяч на депутата. Не знаю, может, конечно, для жителей Доходаевского, Ахтынского, Ботлихского районов или даже Махачкалы это не так много, но почему-то мне кажется, что в среднем их избиратели привыкли отдыхать поскромнее, потому что на свои. А вот эти ребята привыкли отдыхать за ваш счет. И даже в таком раскладе халявы показалось мало. Ну как, депутаты отдохнут, а что получат чиновники из аппарата? Смотрите, какие примечательные совпадения. В честных конкурсах побеждает обычно один санаторий. Каспий, подрядчик обласкан подчиненными Меликова. Вы мне скажите, что это за идиоты? На госконтрактах Каспий уже поднял больше 350 ляма. Фонд сострахования закупает у санаториев путевки для льготников, а аппаратчики для народного собрания. Уже представляю, как господин Аскендеров в своих часах за полтора ляма выслушивает проблемы простых дагестанцев на процедурах и тоскует по нице. Море Аскендеров явно любит. Его часы Rolex Seedweller Deep Sea, или подделка под них, разработаны специально для любителей дайвинга и морских глубин. В них можно погружаться на глубину в 3900 метров или просто нырять с личной яхты в Адриатику. Одна из высших ценностей – это справедливость. Косить контракты Каспию очень просто. В тендерах почему-то участвует только он. А условия для подрядчика прописаны удивительно точные. Вот последний контракт. Там есть пункт. Некий санаторий должен находиться не дальше 40 километров от Махачкалы и 10 километров от ближайшей же дистанции, а еще быть на берегу моря в окружении гор и лесов. Могли прописать, что название должно начинаться на К. Смотрим по карте, есть ли вообще другие санатории на таком расстоянии и на побережье. Есть. Но почему же они не хотят принимать у себя парламент? Брезгут? Нет, просто владеют всеми организациями одни и те же люди. Учредительница Каспия владеет еще долей в соседнем парусе, а второй учредитель контролирует не только Каспий, но и Чайку. Зовут его Муртазали Мурадович Гаджиев. Имя очень знакомое. Точно, в Госдуме Дагестана сидит Мурад Гаджиев, который постоянно пиарится на том, что достает путевки в Каспий жителям Дагестана. Оплаченный из бюджета успевает и заработать, и пропиарится. На благо нашего Дагестана и на благо нашей великой России. А другой сын Гаджиева, Абдулгамид, сидит не на госконтрактах, а в тюрьме. Гаджиев-младший вместе с четырьмя друзьями избил одного парня. Очень мужественно. Но даже этот позор не лишил депутата влиятельности и дохода по три ляма в месяц. Многие чиновники уже понимают, что все поставлено на контроль. Кстати, во втором санатории Муртузали Гаджиева, Чайка, который тоже зарабатывает на госконтрактах, прямо-таки процветает семейный бизнес. Среди учредителей Замира Алиевна Алиева и Гаджи Алиевич Алиев. Думаю, депутат народного собрания Али Алиев гордится своими предприимчивыми детьми. Санатории, конечно, отличные. Жаль, что до уровня депутатов не дотягивают. Вы серьезно верите в то, что люди, зарабатывающие по несколько миллионов в месяц, поедут отдыхать в пригород Махачкалы? Это неправда. Или вот, контракт почти на 7 лямов на путевке депутатом в санаторий КМВ. Прямо в тех заданиях написано, отдыхать народные избранники должны в санатории Москва в Есентуках. Вот здесь. Очень сомневаюсь, что спикер Заур Аскендеров с официальной зарплатой в 450 тысяч реально поедет туда. Ему ближе лазурный берег. Не тот, что в Махачкале, конечно. В Европе намного удобнее управлять иностранными активами Эссы и Жанэ. Еще 10 лет назад журналисты газеты Ру нашли у Аскендерова организацию по управлению имуществом во Франции. Хотя он, как депутат, не имеет права заниматься бизнесом. Вряд ли организация ведет реальный бизнес. Специальная служба Минфина Франции не раз называла Эссы одним из самых удобных способов отмывать деньги. Хочу вам напомнить, что мы живем в едином правовом поле. До дагестанского лазурного берега Аскендерову дела нет. Подумаешь, разворовали все земли. Спикер занимается делами поважнее. Готов отдать земли предков кому-то другому, как только поступит выгодное предложение. А еще игнорирует желание людей быть сплоченнее. Недовольство дагестанцев не помешало спикеру с каменным лицом принять поправки в Конституцию Республики. И защиту интересов народа. А после Аскендеров поручил депутатам выезжать к людям и объяснять эти поправки. Вовремя. Депутаты же до голосования не должны были поинтересоваться у избирателей, чего они реально хотят. Такого нет. То ли дело другой депутат Артур Исрапилов. Вот смелый политик. Сразу заявил, что выйдет к людям и все объяснит насчет целостности Республики. Ой, подождите. Исрапилов тоже никуда не вышел, когда были митинги. Наверное, перепутал время на своих часах почти за 800 тысяч рублей. Народный избранник предпочитает швейцарскую фирму Марис Лакроа. Модель очень похожа на золотую, но на самом деле это сталь, покрытая нитритом титана. Господин Исрапилов умудрился и купить дорогие часы, и ходить в паленом золоте. Этого не может быть. Может, после того, как он по-тихому протащил на заседание проект о поправках, коллекция Ильясова пополнится. Или праздники его детей станут еще роскошнее. Одно сватовство его дочери с сыном экс-министра Марата Ильясова выглядело как тусовка богачей. А вот как выглядит даже не сватовство, а свадьба у избирателей Срапилова. До уровня любимого депутата простым дагестанцам еще далеко. Пока их дети сидят без работы и перебиваются непостоянным заработком, Исрапилов пропихивает в администрацию главы своего сына Абдулхалика. Все депутатские дети должны быть в теплых местах. Это правило подтвердил и другой избранник, Магомед Султан Магомедов, который по наследству отдал свой мандат сыну Магомеду. Давайте эту клановую историю в Дагестане заканчивать. Ее нет, да и не было ей никогда, ее сами придумали. Конечно, Сергей Алимович, нет у вас клановости. Есть только борзые политики, которые распихивают своих отпрысков по госструктурам и корпорациям, а потом отмывают миллионы на госзакупках. И если вы, как глава республики, не в состоянии навести у себя порядок, то мы хотя бы попытаемся. Сомнительные закупки ваших депутатов уже проверяет прокуратура и антимонопольная служба. Наша редакция отправила официальный запрос. Надеюсь, что после этого обнаглевшие местные власти перестанут делать вид, что клановость, коррупция, некомпетентность – это норма. А распущенных политиков отодвинут от бюджетной кормушки. И эти деньги достанутся жителям Дагестана. Справедливость – это такое субъективное понятие. Два запроса, конечно, вряд ли изменят Дагестан. Это понятно, но вместе у нас это может получиться. Я знаю, что не все чиновники, политики, депутаты в Дагестане заняты набиванием карманов. Среди них тоже есть честные, достойные люди. Присылайте нам документы, факты коррупции, распила, кумовства и неэффективности управления. А мы доведем эту информацию до самых высоких кабинетов Москвы и силовых структур. На сегодня все. Результаты проверки Народного собрания я озвучу, как только прокуратура и ФАС нам ответят. С вами была Анна Мензель, канал Акценты. Увидимся в новом видео с новыми проворовавшимися чиновниками. На благо нашего Дагестана и на благо нашей великой России.